Предметники школе не нужны. Школа нуждается не в предметниках, не в литераторах, не в историках нуждается, а в учителе с историей, с физикой. Но в учителе нуждается школа, в носителе света вот ком нуждается. С нескольких стран и ближнего и дальнего зарубежья сюда приезжают люди совершенно особой породы, действительно говорящие с детьми сердцем, на языке сердца. Я приехала из Латвии, очень обширное движение в Латвии гуманной педагогике, то есть в принципе все Латвии объяты этим движением. Первый раз о Шаврие Александровиче я услышала, когда я была студенткой в статье в «Комсомольской правде» о том, что вот есть такой педагог, который работает совершенно по-особенному, который привел в школу шестилеток, который показывает, как работать с шестилетками, не обязательно сидя за партами. У ребенка есть познавательный инстинкт и, собственно, задача учителя не отбить этот познавательный инстинкт, и все будет хорошо. Как это так? Без любви войти в класс, кого вызвать, быстро-быстро к доске, читай первый пример, у всех так и так далее. Получается какая-то несуразная картина образовательного процесса. Это называется еще образовательным процессом. Детям нехорошо в этом процессе, и нам тоже нехорошо. Мы должны преобразить себя, хорошие мои друзья, если мы хотим идти к гуманной педагогике, это образ жизни. С каждой новой встречей я прихожу с надеждой, с пониманием и с осознанием, что мы делаем очень важное дело совместное. Мы духовно объединяемся, а значит и вносим свой вклад потом в регионы, в городах, в учреждениях. Когда человек ищет, к нему приходит учитель. И вот наверняка вся моя предыдущая педагогическая деятельность была, это поиск учителя, и я его нашла. Мы должны дать государству того, что оно требует. Это кесарь. Мы должны дать лучших подготовленных детей. Пусть они сдают все предметы, все экзамены наилучшим образом. Это не проблема. Хороший учитель, больший месяц хороший учитель этого достигает. Так? Но ведь мы должны еще отдать Бога Богу. Вообще вот просто оказаться в одном пространстве с гением. Ну с гением. Понимаете? С гением. Мы, в общем-то, видели сегодня в выступлении Шалва Александровича диалог человека с вечностью. Когда он открыт, когда он свободно не просто жонглирует знанием, а свободно погружается в это знание и не пытается, а ведет людей. Заставляет думать, заставляет искать, и это всегда очень вдохновляюще и интересно. Духовная дисциплина. Дисциплина духа. Не дисциплина сознания, нрава, даже культуры, а дисциплина духа. Он представляет такую глубинную мудрость. Высшая степень гуманизма – это отношение к человеку, интерес к человеку, желание с ним породниться, разделить какие-то откровения. В этом чистом мыслении доброта, любовь, отзывчивость, терпение, пощада, отдача, свобода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok